МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Сегодня в программе. Православные протестуют против духовной экспансии католицизма. Церковь и армия. Специальный репортаж из Осимовой пустыни, где расположена воинская часть. Русский дом поздравляет с 80-летним юбилеем священника Дмитрия Дудко. События недели комментирует генерал-лейтенант, доктор исторических наук Николай Сергеевич Леон. Олимпиада в Америке еще раз ярко продемонстрировала, кто главный в мире. Унижение, которыми подвергаются российские спортсмены, покорность, с которой воспринимают бесчестные действия российские чиновники, говорит прежде всего о слабости российского государства и непонимании власть придержащими, что такое честь и достоинство. Идет массированная атака на Россию по всем направлениям, как вы видите. Вот уже две недели в России не утихают протесты, вызванные решением Ватикана объявить нашу страну церковной провинцией Римско-католической церкви. Русская православная церковь расценила создание католических епархий на территории России как недружественный шаг со стороны Ватикана, подрывающий перспективу улучшения отношений между двумя церквами. Отказано в приеме запланированной делегации из Ватикана. Российское министерство иностранных дел рекомендовало Ватикану воздержаться в настоящий момент от учреждения епархии и урегулировать этот вопрос с Русской православной церковью. Госдума предложила МИДу не давать визы представителям Ватикана в связи с их самовольными действиями и поручила своему комитету рассмотреть сложившуюся ситуацию. 22 февраля в Москве у здания папской нунциатуры собрались тысячи православных, протестуя против духовной агрессии католицизма. Две недели прошло с того времени, как Ватикан объявил о создании в России четырех епархий и объединение их в одну католическую метрополию. Если кто-то думал, что это событие затеряется и забудется в череде других, то этого не произошло. Задолго до объявленного часа общей молитвы стали приходить люди к стенам здания, где расположилось представительство Святого Престола в Москве. На что надеялись в далеком Риме, принимая такое бездумное решение, что в России совсем нет православных? Наверное, об этом думали и в районной управе, когда давали разрешение на то, чтобы люди собрались в Водковском переулке в будний день. Но вот уже собравшиеся заполнили весь тротуар, милиция срочно принимает решение перекрыть движение для транспорта и освободить весь переулок. Три тысячи русских людей пришли, чтобы вознести общую молитву, которая должна помочь покаяться всем, кто в завлуждении своем решил устанавливать католические епархии в России. Ну это радость, потому что у нас столько много и мы все вместе. Так, в едином порыве, три тысячи людей, которые едва смогли поместиться в тесном московском переулке, разрушили ложь о русских людях, что мы Ивана непомнящие родства. Россия нынешнего и будущего времени – это православная Россия. И глядя на лица молодых людей, ни у кого не осталось в этом сомнения. Это неверно, что бабушки, дедушки, молодежь поддерживает православие. Православие-то оно ведь две тысячи лет держится, и еще будет держаться, если мы будем воспитывать внуков, а внуки – внуков. Роман пришел сюда вместе с бабушкой. У нее не было сомнений, брать его с собой или нет. В его детской памяти навсегда сохранится этот день, этот тесный московский переулок и эти люди, которые помнят о том, что мало пользы говорить только о вере, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Прошедшее молитвенное стояние – это первый шаг православной общественности в сопротивлении духовной агрессии католицизма. Эти события, как лакмусовая бумажка, проявили кто есть кто. Например, с доносом на нашу программу «Русский дом» выступил юрист Союза христиан веры евангельской пятидесятников в России Владимир Риховский. Пятидесятника протестанта Риховского и католического архиепископа Кондрусевича объединила серьезная озабоченность антикатолической направленности программно. Ну, если не нравится Риховскому и Кондрусевичу русский дом, может быть им есть смысл сменить его на более комфортный, к примеру, в Риме. Интересно, так же ли вольготно будет себя чувствовать в государстве Ватикан пятидесятник Риховский, как чувствует себя он в России? Станет ли обращаться в римскую прокуратуру с требованием засадить жителей римского дома за их заботу о родине и своей религии? За свою тысячелетнюю историю русская земля не раз подвергалась нашествию врагов, но каждый раз находилась силы, чтобы дать достойный отпор. Отдать жизнь за други своя, так воспитывала Русская Православная Церковь защитников Отечества. И сегодня, в трудное для страны и армии время, Русская Православная Церковь снова помогает русскому солдату обрести духовную силу. Средь засимовских древних лесов, по священной дороге отцов, сквозь за нас и бургу и туман, мы проходим на наш арсенал, 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 знает каждый залат генерал, для могущества нашей чизны нужен порог, броля и металл. Со стороны эта воинская часть выглядит как обычное подразделение. Контрольно-пропускной пункт, караульные вышки, колючая проволока, но на самом деле такие воинские части для России редкость. Здесь служат люди православно верующие, выпускники воскресных школ и семинаристы. Полковая песня под названием «Арсенал» была написана рядовым Александром Замковым. Говорят, после демобилизации он стал священником и сейчас служит в Тверской губернии. В эту часть инженерных войск под Владимиром присылают служить православно верующих военкоматы начали с 92-го года. Сейчас их где-то треть от общего состава. Командование не запрещает солдатам срочной службы ходить на богослужения, исповедоваться, причащаться и совершать другие церковные таинства. В принципе, храм они могут посетить в любое время, абсолютно. Вот, утром могут прийти на молитву в храм, при необходимости могут причаститься. Хочу подчеркнуть то, что все это делается на добровольной основе. То есть у нас это не является как бы культом и обязательным исполнением для всех. Особую участь части определила то, что она находится в соседстве с мужским монастырем, свято Смоленской Зосимовой пустынью. До революции это был один из самых известных монастырей России. Он был основан Владимирским святым Зосимой, монахом Троицы Сергиевой Лавры, пришедшим подвязаться в гухие Владимирские леса в 17 веке. Свято-Смоленская Зосимова пустынь находится в 90 верстах от Москвы, в 20 от Троицы Сергиевой Лавры и в 3,5 от станции Арсаки по Ярославской железной дороге. Территория воинской части инженерных войск фактически примыкает вплотную к монастырю и начинается вот за этим надвратным храмом, построенным в честь всех святых. Эта дорога соединяет монастырь с солдатскими казармами, до которых всего 300 метров. До сих пор видны следы надругательства над святым местом, надписи «Пролетарии всех стран объединяйтесь под красным флагом» или «Дембель-83». Монастырь был возвращен Русской Православной Церкви в 92 году, 15 марта, в день Державной Иконы Божьей Матери. Пришлось много потрудиться и с военными, чтобы навести какие-то связи, взаимоотношения, так как живем на одной территории. И я только упывал на милость Божию, упывал на святыни, которые находятся в нашей обители. Обитель называли Северной Оптиной. Она также, как и Оптина Пустынь, славилась своими стартами, встречи с которыми искали Николай Бердяев, Сергей Рахманина, Федор Шаляпин, другие знаменитости. В 1994 году особым событием стало обретение мощи преподобного Зосимы, основателя монастыря. Двое рядовых, что несли раку на своих плечах, впоследствии стали священниками. Первые монахи начали молиться в правом пределе Смоленского собора. В левом же пределе, освященном в честь архангела Рафаила и сил бесплотных, продолжал функционировать клуб и проводиться дискотеки, куда приходили жители военного городка. Однажды дискотека и богослужения совпали. Тогда монахам пришлось вспомнить заповедь, что веру нужно отстаивать, а заодно и свою службу в армии с приемами боевых искусств. Дело было на Илью Пророка. После инцидента клуб сразу же был перенесен за территорию монастыря, а молодые прапорщики и лейтенанты, участвовавшие в той дискотеке, зауважали монахов как настоящих мужчин и воинов. Братья пришлось покаяться за нарушение канонов поведения, но с тех пор молиться в храме никто не мешал. Об этом случае мало кто помнит. За 10 лет командование менялось несколько раз. Сегодня картина взаимоотношений совсем иная. У нас очень плотное сотрудничество. То есть мы практически не скрываем друг от друга наших проблем и радуемся вместе нашим удачам. Честь помогает возрождении монастыря техникой, иногда людьми. С монастырского подворья братья пополняют рацион солдатской кухни творогом и сметаной. Мы просто хотим их как-то поддержать и укрепить, потому что они воины, охраняют нашу землю, а мы воины, это небесные монахи. И романаха Варнаву в части называют отцом родным и считают первым военным священником инженерных войск. Кто себя там допустим начинает вести так агрессивно, да грубо. И отец Варнава сразу там батюшка с нашим приходит, там разговаривает, с ним беседы проводит. Он очень тонкий психолог и он всегда найдет подход к любому человеку, будь то православным, будь то мусульманин. То есть многие ребята не могут сказать того, что у них наболело, даже своим родителям. Они не могут сказать, допустим, своим командирам. Но есть категория людей, которым они прикипают душой. Мы помогаем, наверное, в самых таких моментах, вот тяжелых моментах духовных, потому что были у нас ряд случаев, когда офицеры получали увечья, мы их соборовали, мы их причащали, и выздоровление происходило в три раза быстрее. На служение в Зосимовой пустыне его благословил старец Троицы Сергиевой Лавры Иросхимонах Моисей. В келье у старца неоднократно бывал генерал-полковник Игорь Николаевич Родионов. Тогда начальник генштаба. О чем говорили они? Это навсегда останется духовной тайной. Но только известно, уж после смерти старца Родионов ходатайствовал в штабе Московского военного округа о наборе в часть близ Арсаках первых 13 православных ребят. А эту молитву пред трапезой командование не поощряет, но и не запрещает. Особенно, если в солдатскую столовую заглядывает сам отец Варнава. Твоей окон на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь на месть. И оставит нам ноги нашей окожи, и мы оставляем должником нашим. И не гляди на своих спушениях, но и избави нас от лука. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Христе Боже, благослови ясти пятия рабов Твоих, яко святости всегда на ней присно и во веки веков. Аминь. Сейчас очень опасные тенденции, на мой взгляд, как священника военного, что молодые люди, видя какие-то, может быть, нестроения в армии, которые на самом деле существуют, они пытаются вообще уклониться от службы в армии. К нам, в результате, наверное, такой общей работы, совместной, проделанной командованием, к нам ребята стремятся прийти. Ведь защита Отечества – это святой долг каждого молодого человека. Держать оружие не противоречит церковной молитве. Желающих попасть служить в часть очень много. По час задолго до призыва православные отроки приезжают в монастырь, иногда с родителями. Привозят рекомендации священников, которые их знают, как прихожан своего храма. Так составляются списки с будущими призывниками, которые из Свято-Засимовой пустыни поступают в отдел по взаимодействию с вооруженными силами при Московской патриархии. Потому что мы слышим, такое безобразие в войнской части творится, где изобьют, где изуродуют. Ничего подобного в этой части представить просто нельзя. Люди стали спокойнее, терпимее друг друга. Это, по-своему, одна из ведущих частей инженерных войск. За это время несколько офицеров части крестились и венчались. А майор Лаптев поступил на катехизаторские курсы Свято-Тихоновского богословского института. Куда его привела? Жажда знаний православных. Есть ли будущее у этой тенденции возрождения православия в армии? У нее нет другой альтернативы, скажем так. Ей нельзя стать неправославной. Иначе она просто погибнет. Учитывая теперешнее мнение о том, что хотят сделать армию наемной, или, допустим, какие-то альтернативные службы ввести, это все приведет к гибели армии. Почему вы так считаете? Мы уже имеем такие примеры, когда американская армия отказывалась служить, когда не завезли там мороженое и прочее. Гордость части — это духовно-православный хор, детище отца Варнала. Он возник в 1994 году, когда армия переживала тяжелый момент. Солдатское хоровое искусство угасало, и для всех было удивительным увидеть солдатский хор, тем более православный. В 1997-м хор стал победителем фестиваля солдатской песни «Виктория». По воскресеньям, если позволяет ратная служба, хор поет на службах монастырских. В октябре 2001 года в части произошло большое событие. В солдатской казарме был освящен войсковой храм в честь Даниила Московского. Этот храм на добровольной основе был полностью создан трудами солдат. Они писали иконы, вырезали деревянные киоты, иконостас, царские врата. Сегодня в вооруженных силах России при участии военнослужащих построено 83 православных храма, воинских училищах и частях. Современная армия все ближе подходит к тому, что невозможно воспитать полноценного воина без христианского мировоззрения. На освящение храма приехал архиепископ Суздальский и Владимирский Евлогий. В длинную архиерейскую службу по-военному строго отстоял начальник инженерных войск Николай Иванович Серцев, а вместе с ним и все командование части. Суворов говорил, прежде чем что-то делать, надо помолиться. Вы придерживаетесь этого правила? Наверное, придерживается любой здравомыслящий человек. Это нормальное явление, просить себе в помощь силы Всевышнего. Это молитва за Отечество каждый вечер звучит в солдатском храме. Для этих ребят служба в армии стала трудомратным и духовным. Два года в армии их не сломили, а укрепили. Из армии они придут мужчинами, исполнившими свой долг и укрепившимися в православии христианами. По молитвам Божьей Матери, преподобного Зосимы, старцев Алексея и Германа, трудами нынешних братьев монастыря, в глухих Владимирских лесах рождается альтернатива духовному вакууму, существующему в российских войсках. Хотя здесь ничего не изобрели, нашли опору в истории традиций своей страны, в вере православной, высокой христианской заповеди. Нет выше любви, чем положить жизнь свою за други своя. Наши предки сражались за Русь, за святую отчизну свою. Но мы отстали в арсенал, в этом славном великом бою. Арсенал, 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 Знают разные слова, где пирал, Для могущества нашей отчизны Нужен порог, врага и металл. Читайте в мартовском выпуске журнала «Русский дом». Путь в два года. Шаг вперед, два шага назад. Многодетная семья. Возрождение русского народа. 150 лет со дня кончины Николая Васильевича Гоголя. 18 марта. Начало Великого поста. «Русский дом». Журнал для тех, кто любит Россию. Мы уже рассказывали, что все тревожнее становится ситуация в Молдавии. Прорумынские, антироссийские, националистические силы Организуют демонстрации студентов и школьников, В которых звучат не только требования Отменить изучение русского языка в школах, Но и требования отставки президента Воронина. Президент называет действия националистической оппозиции Попыткой государственного переворота. В то время как в Молдавии выступают против России, Население соседней Приднестровской республики Все же рассчитывает на помощь России И также проводит митинги. Непосредственным поводом к митингу протеста У штаба российских войск в Приднестровье Стало беспокойство местного населения По поводу круглосуточных военных учений, Которые вот уже третью неделю Сотрясают взрывами пригородные полигоны. Десятки людей обратились в больницы С жалобами на бессонницу и расстройство нервной системы. Когда вылетают окна, Когда трещат дома, стены домов, Ну, простите меня, какие же там учения. Даже терраспольские старожилы не помнят такого, Чтобы на местном полигоне, Размерами напоминающим обычное полковое стрельбище, День и ночь ввели ракетный огонь Боевые вертолеты. У командования объяснение одно. Значит, я вам говорю, что боеприпасы Мы не уничтожаем, Мы боеприпасы используем По предназначению в учебных целях. Но люди этим объяснениям не верят. По их мнению, российская группа войск Никакими учениями не занимается, А просто выполняет приказ Уничтожить все, что у нее осталось. Среди митингующих Абсолютное большинство Граждане Российской Федерации, Которые совершенно искренне не понимают, Почему собственное государство Абсолютно не интересуется их судьбой. Нас теперь бросила Россия. Она взяла обязательство Советского Союза, Что она будет наши интересы защищать. Как же она защищает? Вот это она называется, Защищает интерес нашего. Нас? Они нас бросили, действительно предали. В ходе митинга внезапно объявили, Что сейчас к народу выйдет сам командующий. И человек в погонах российского генерала Действительно вышел. Все происходившее дальше Произвело на собравшихся Впечатление дурного сна. Генерал со своими согражданами Разговаривать не пожелал, А приказал своему подчиненному Озвучить заранее написанный текст. Люди слушали и не верили своим ушам. Это больше напоминало Не обращение командования российской армии К соотечественникам. А выступление представителя колониальной администрации Перед бесправными аборигенами. Местное население обвинили В неуважении к России, В нелюбви к российской армии И склонности к политическим провокациям. Никаких обещаний Насчет защиты армии Интересов приднестровских россиян, Прекращение уничтожения боевой техники Или хотя бы прекращение взрывов на полигоне В тексте не содержалось. После оглашения этого постыдного документа Внезапно на крыше КПП Заработали мощные динамики, Рев которых перекрыл голоса митингующих. В Приднестровье от российских военных, К сожалению, привыкли ждать чего угодно. Но то, что они догадаются глушить митинг общественности Громкой музыкой, Этого не ожидал никто. Впрочем, именно такому отношению к бестолковым аборигенам Учил своих подчиненных на протяжении шести лет Бывший командующий российскими войсками в Приднестровье Генерал Валерий Евневич Известный своим участием в расстреле российского Верховного Совета И соучастием в уничтожении российского военного потенциала в Молдавии. Кстати, на днях Евневич получил новое высокое назначение. Он стал командующим всеми миротворческими силами Российской Федерации. Более скандального выбора в Москве сделать просто не могли. Юрий Селиванов, Вячеслав Архипов, программа «Русский дом» из Тирасполя. Итак, Николай Сергеевич, с возвращением из дальних странствий. Вы были на Кубе, встречались и с Раулем Кастро, и с другими руководителями. Как там живет Остров Свободы? Ничего, там стабильность абсолютная и политическая, и экономическая, и социальная. Так что никаких опасений относительно будущего Республики Куба испытывать те люди, которые симпатизируют, ей не должны. Скажите, а вот как относятся сами кубинцы к размещению пленных талибов на американской базе Гуантанамо? Вот я слышал, что кубинское посольство здесь, в Москве, даже получает протесты иногда от наших граждан, что, мол, Куба вмешалась тоже в борьбу против талибов. Тут надо просто маленькое пояснение внести. База Гуантанамо была получена американцами в 1903 году, когда американские войска оккупировали вообще остров Куба и были полновластными хозяевами там. База эта огромная. Это 117 квадратных километров, охватывающих и часть водной поверхности, и большую часть суши. Там у них стоит аэродром огромный, казармы, всякие предприятия по обеспечению жизнедеятельности. И они вот решили использовать ее в нарушение соглашения, потому что по договору эта база может использоваться только как углезаправочная станция для кораблей. Тогда углем все корабли топились. Но это собственность, эта база, собственность Америки? Вы понимаете, она юридически является частью Америки. То есть юрисдикцию ее осуществляют США. Но это территория национальной Кубы, и Куба никогда от нее не отказывалась. Но американцы навязали такой договор, которого в мире никто не знает. Можно изменить статус этой базы только с согласием Соединенных Штатов. Поэтому на будущий год 100 лет будет как эта база передана. Ничего подобного в мире не существует, но они не собираются уходить. Единственное, что в этот раз американцы сделали, они заранее предупредили кубинское правительство, что, мол, мы вот думаем использовать ее как место заключения талибов. Поэтому подошлем дополнительные военные подкрепления, самолеты наши будут летать туда. Но вы уж, пожалуйста, не паникуйте, не создавайте какую-то, значит, острую реакцию, не вызывайте. Что мы будем с вами сотрудничать, мы вас уведомляем обо всем. Я видел кадры пленных талибов там. Это ужасно. Это не военно-пленные, это настоящие узники. Они там скованы кандалами по рукам и по ногам. На каждого талиба по четыре, по пять американских охранников. Все они одеты в оранжевую, яркую такую форму. В случае бежать, то уже по ним стрелять будут в любой, так сказать, видимости. Видно была цель, видна была цель, да? То есть кубинцы не одобряют это, но они не могут этому противодействовать. И объяснили это своему народу и общественности мировой со всей откровенностью. Хорошо. Но вот как объяснить преднестровцам, в котором находится Приднестровская республика, живет сто тысяч граждан России, а не гражданство российское взяли, что Россия их забыла? Мы уже неоднократно этой темы касались, как и тему, скажем, Абхазии, как темы Южной Осетии, что Россия бросает своих граждан и своих союзников в самом ближнем своем окружении практически на произвол судьбы. Вот сделали ставку на Воронина, нынешнего президента Молдовы. Ну, коммунист вроде, так сказать, народно-патриотические силы. Но мы же предупреждали, что Воронин там на срок президентский. Ну, побудет еще три года, если устоит. А завтра опять националистическая волна накроет его. Ведь он шел на выборы, открыто заявляя, что русский язык будет государственным языком, и русский язык будет преподаваться. И тогда 70% населения отдало голоса Воронину. А вот сейчас, когда они решили непосредственные задачи, которые удобнее было решать с Воронином, а их две было задачи. Молдавия простили все долги, в том числе и долги за наш газ. То освободилось от бремени долгового благодаря вот новому правительству. И потом в это же время мы приняли решение вывести остатки наших войск из Приднестровья и таким образом оставить ее на съедение. И немедленно в Воронине нужда отпала. И в правительстве таком, лево-патриотическом, коммунистическом отпала. И те же самые люди, которые за него голосовали, теперь требуют импичмента и отставки. То есть это рискованная штука. Мы говорили, что надо России опираться в данном случае на твердый пенек в этом болотистом районе, а не наступать на маховую кочку, под которой сейчас же проступит вот эта болотная жижа. Что и происходит. В Приднестровье, где русский язык является государственным, где он преподается, где 100 тысяч наших граждан, происходит конфликтная ситуация. В Молдове, где бушуют вот эти страсти антироссийские, антирусские, мы там, понимаете, завязли в этой некой поддержке этого правительства. Временного и очень неустойчивого. Вот такая вот у нас довольно любопытная, я бы так сказал, в последнее время политика, внешнеполитическая политика нашего государства. Ну, давайте вернемся к наболевшему, последнему наболевшему, чем жили, я так считаю, многие жители России, да не только России, это к Олимпиаде, к зимней Олимпиаде. Больной вопрос. Больной вопрос. Да. Как и все, Александр Николаевич, я тоже следил за ходом Олимпиады, переживал, конечно, чудовищно за наших парней, за наших девушек, иногда, конечно, и злость берет, но все-таки вот сегодня на заканчивается Олимпиада, мы уже протрубили, так сказать, отход, отбой, что мы будем принимать участие в заключительной церемонии. Вообще удивительная вещь. Сначала вообще не обращали внимания, как покорно принимали все, что с нами делали, эти судьи или те, кто стоял за судьями. Потом мы вдруг встрепенулись, там, Челенгаров, Матвиенко, что-то, что она там делает, Лужков, что-то заговорили все, этот, Тягачев, Смирнов, вдруг они заговорили, мы начали бить себя в грудь, потом вдруг опять с хлеб-солью встречают роги, все, у нас все хорошо, мы все, возвращается все на круги свои. Ну, Матвиенко послали туда специально. С одной целью, главно уговаривающего. Кого уговаривать? Уговаривать наших, всех там представителей и спортсменов, успокоиться, не паниковать, не протестовать, не создавать конфликтных ситуаций. Она сыграла роль Керенского, главно уговаривающего. Но если говорить серьезно, то один из выводов этой Олимпиады, конечно, кроме главного, что это совершенно коммерциализированное стало предприятие, абсолютно джингаистское по своим национально-шовинистическому накалу американскому, у нас, чиновников, развелась такая тьма, такая прорва, что впору рекомендовать от Русского дома счетной палате провести анализ, кто туда поехал и зачем поехали. Все вот фигуры, которые вы называете, у Челенгарова прорва дел, которые надо делать здесь. Он виновен во многих делах, в которых его на Западе осуждают. Он там французских туристов завез на Южный полюс и бросил их там. Понимаете? Вопрос о том, что вот поехали горнолыжники, которые провалились полностью, но им покровительствует президент горнолыжник. Так там было чиновников от горнолыжного спорта в три раза больше, чем заявленных спортсменов в этих дисциплинах. То есть за государственный счет поехала целая армия вот этих нахлебников, которые, будь здоров, как погуляли на этом горнолыжном курорте. Это, наверное, первый вывод у нас. Не надо заниматься вот таким прокормом огромной армии чиновников. А я вот еще на что обратил внимание. Вы обратите, посмотрите. Когда было необъективное судейство, предположим, в фигурном катании, и возник конфликт с золотой медалью у канадской пары, наш Смирнов, наш вице-президент МОКО, он воздержался при голосовании. Понимаете, воздержался. Китайцы голосовали против. Китайцы не пришли даже на эту постыдную церемонию. Наших ребят заставили прийти, а он, наш, как говорится, представитель в Олимпийском комитете, воздержался. О чем это говорит? Слушайте, вообще есть у людей, ну, такое, знаете, достоинство, ну, не то, что даже, я уж не говорю про Родину, а свое-то хоть достоинство человеческое. Достоинство меняется на удобство положения. А понимаете, это эти люди, вы говорите о Смирнове. Он уже давным-давно вписался в эту международную бюрократию от спорта. Там на редкость сытно и вольготно и комфортно живется. И осложнять отношения с ними, с тамошними чиновниками, он никогда не будет, абсолютно. Можете не рассчитывать на то, что он умрет за честь российского флага. Безусловно. Ну, вот, Смирнов, предположим, с ним ясно. А наши хоккеисты, вот как вы оцениваете их выступление на Олимпиаде? Вы знаете, задурили голову вот нашему зрителю нормальному, что вот будет сражаться Россия с Америкой. Никакого сражения не могло получиться. Это вам не тот матч футбольной смерти, когда киевская «Динамо» играла с командой немецкого «Люфтваффе» во время войны. Когда люди знали, что выиграют, их будут расстреливать. И их расстреляли. В данном случае мы имели дело не с двумя национальными командами, а с двумя группами гладиаторов, которые живут в одной стране, получают одинаковые баснословные деньги, которые играют в одних командах, подписывают контракты с одними и теми же владельцами клуба. Что вы хотите, чтобы русские там испортили себе будущую карьеру? Ведь когда умные люди подсчитали, в какую сумму контрактов оцениваются игроки американские и российские, расклад был точно такой, как счет в игре. Американцы получают, игравшие в этом матче, 90 миллионов долларов по контрактам, а русские игроки, игравшие под нашим флагом, получают 60 миллионов. Вы что думаете, они в условиях вот этой джингаидской Америки будут портить отношения со своими клубами, со своими менеджерами? Им там работать, им там трудиться. Так вы считаете, что матч Россия-Америка как раз по этому сценарию и развивался? Безусловно. Два периода вообще были проиграны, никакой команды. Ну, в третьем показали, что играть можем. Ну, так профессионалы, чтобы, так сказать, не терять свою профессиональную честь. Они говорят, мы играли в наше свободное время, вроде, так сказать, все у себя отдали России, но ведь они в это время и в простое были бы. Ведь американцы-то играли на Олимпиаде. Значит, им, чтобы тренироваться и поддерживать тонус, надо было тоже играть. Поэтому рубки, то, что называется, вот, самоотдача, как говорится, на 100%, быть не могло. Ну что ж, Николай Сергеевич, спасибо, что вы пришли, вернулись из отпуска. И сейчас, я надеюсь, наши телезрители будут постоянно слышать ваши комментарии. А я просто еще хочу добавить, что даже в спорте советская Россия закончила использовать тот потенциал, который был задействован, который был наработан в Советском Союзе. Гибнут, разрушаются высокие технологии, гибнут самолеты, вертолеты. Спортсмены не имеют базы хорошей. Нет Олимпийского резерва. Вместо стадионов – рынки. Вместо школ – казино. Вместо спортивных секций – дискотеки. О каком спорте можно говорить? Спорт может быть только на бумагах. И в умах наших чиновников. Центральный военный госпиталь ВМФ в Купавне. Сегодня здесь стараниями Национального военного фонда перед солдатами, ранеными в Чечне, выступил певец Александр Маршал. Одну из своих песен он посвятил светлой памяти шестой роты псковских десантников. Концерт был большой и успешный. Но это лишь приятный штрих в жизни госпиталя. Главное – в операционных и палатах. Главное – здоровье и жизни наших солдат. И надо сказать, что в госпитале для этого делают все, что могут. Как много предстоит потрудиться, чтобы наше воинство стало не только крещенным, но и просвещенным. Эти слова патриарха Алексея II были обращены к участникам заседания секции «Церковь и армия», состоявшимся в рамках десятых образовательных рождественских чтений. Невозможно строить новое государство, новую армию без проведения четкой границы между добром и злом, между правдой и ложью. Верующий человек, а тем более, когда возле него находится священник, пастырь, полковой священник, безусловно, он более уверен в своих действиях, он может посоветоваться, он имеет благословение, наконец он чувствует себя под покровом Божиим. И сейчас для нас только есть одна проблема. Как скорее ввести институт военного священства, войска? Решение этой проблемы теперь полностью зависит от руководства страны. Сегодня утром в подмосковном Королеве состоялось открытие учредительного съезда Национально-державной партии России. Офицеров из трех славянских государств, в России, Белоруссии и Украине, объединяет большое желание восстановить некуда единую державу. И мы говорим так, благо русских это благо России, а благо России это благо всех коренных народов, проживающих в ней. Поэтому мы считаем, что наша партия защищает не только интересы русского народа, но и интересы других народов России. Завтра русская православная церковь празднует день те за именинство святейшего патриарха Московской в Сеаруси Алексея Второго. Мы поздравляем святейшего с этим радостным днем и желаем ему многое лето. Нашему большому другу, священнику Дмитрию Дудко, исполняется 80 лет. Мне посчастливилось, вернее, Господь дал возможность встретиться с этим удивительным, благодатным батюшкой. По его молитвам в моей жизни произошли большие перемены, как и по молитвам другого священнослужителя, ныне покойного епископа Василия Родзянко. Позже я узнал, что хотя они и жили в разных странах, но давно знали друг друга. Габарит Лондон. Би-Би-Си начинает свою еженедельную воскресную передачу, посвященную вопросам религии и духовной жизни. А теперь передаем продолжение проповеди о воскресении, произнесенной отцом Дмитрием Дудко в московском храме в неделю Афоме, первое воскресение после Пасхи. Читает отец Владимир. В русской православной церкви есть удивительный святой Серафим Саровский, канонизированный перед самой революцией, живший в XIX веке. Так вот, он всем приходящим к нему в любое время года говорил, «Христос воскресе, радость моя!» И теплом воскресения Христова веяло в душу каждого человека. Почти четверть века назад звучали эти слова. Уже вырос с той поры сын отца Дмитрий Михаил и тоже стал священником. Минули годы гонений, с храма в храм, с прихода в приход. Лед тронулся. И только в конце 90-х встретились два известных проповедника. Уже епископ Василий Родзянко и протеерей Дмитрий Дудкон. У нас судьба с вами очень сходна. Очень сходна, поэтому, когда вас тоже арестовывали, все такое, были гонимы. Интересно было, да. Да, и так же и у меня. Поэтому, когда я здесь была, все это совершалось, я помню, как ваша супруга поддерживала, как мне очень запали в душу слова, что отдыхать будем на том свете. А уйти в мир иной Дмитрий мог еще в младенчестве, не дожив до юношеских лет, как пятер его братьев и сестер. Но Господь уберег и назначил особый промыслительный срок появления его на свет. Я родился в 22-м году, 80-й год сейчас у меня. Ну, я родился в месяц советской власти. Советская власть становилась в 22-м году, поэтому мне пришлось пройти этот путь. Особенность, какая в нашей семье была, что отец постоянно молился Богу утром, вечером вслух и читал Евангелие, начитал псоксирь, но никого не заставлял. Хотите участвовать в молитве, а хотите не участвовать. Вот этот, а хоть он и крестьянин был, он образованный человек был, то он как раз давал свободу. Свободно. Поэтому вот эта свобода, которая была в нашей семье, она сохранила, посудила нашу веру. У нас никто атеистом не стал. Там был 33-й год. Это голодный год. Мы голодали. Я в 12 лет распухал от голода. Вот. Это было очень тяжелое время, но, откровенно говоря, никто из нас не умер. Они сейчас живут и здравствуют на своей малой родине под Брянском. Два брата Дудко и сестра. Один из братьев староста сельского храма. По всем православным вопросам сельчане обращаются именно к семье Дудко. Они здесь корни православия. Ведь яблоки, как известно, и от яблони, и друг от друга далеко не падают. И вот как-то я один оставался дома, и пришла мысль, не мысль, а как будто сказал мне кто-то. Настолько там внушительная мысль. Возьми Евангелие, возьми сам Евангелие и прочти. Я взял ее, подошел, взял Евангелие, и подошел. А я уже стал индифферентным к вере. То есть я не сказал, что это не было, но я индифферентным стал. И я когда прошел, я думаю, Господи, здесь же все правда. 15 лет. Значит, здесь все правда. Как я мог проходить мимо этой правды? Я каждый день стал читать Евангелие. Евангелие, всенышно, литургия. Служба – это свет, озаряющий душу. Отец Дмитрий никогда не оставлял своего служения Богу. Но была и служба в армии, был и фронт, только выстрелить ему так ни разу и не довелось. Господь по-другому распорядился. Когда меня арестовали первый раз за даже не проповеди, а просто за веру. И я думал, что вот есть безбожники, и есть верующие. Вот верующие – это хорошее, а безбожники – по всему. А пока, когда я попал в последний раз в заключение, то окажется, все люди с грехом. И тогда я совсем стал по-другому смотреть. И поэтому я даже изменил отношение к этим безбожникам, к коммунистам, с милотношения. Однако власть безбожная не изменила своего отношения к отцу Дмитрию. Она по-прежнему считала, что не должен священник проповедовать слово Божие. И к девяти годам, уже отбытых отцом Дмитрием лагерей, решила добавить еще срок. В последний раз арестовали меня явно за дело. Я боролся с безбожием. Не советской власти, а безбожием. Международно боролся. Открыто проповеди. Вот я читал, они открыто обо всем говорили то, что надо. Народу собиралось ужас. Я вот помню, когда я начал проповедить такие, на Пребженке, в Пребженке, как кладбище. Ты представляешь, со всей России и не только все дипломатические конкурса приезжали слушать. Им всем было интересно, потому что открыто, прямо все говорили. И вот, значит, он 9 бесед провел. А потом меня вызвали вот так, без разрешения патриарха. Я говорю, а какое разрешение? Я, священник, меня руку ползнули для того, чтобы говорить поповедь. Меня убрали из Москвы, потом меня катастрофу подстроили. У меня же переломы ноги, легкое. И что интересно, что врачи предсказывали, что через два года только на кострях буду ходить. А через пять месяцев пошел служить. Отец Дмитрий человек преданный всей своей душой и всем своим сердцем подвигу пастырства. И с этого началось его исповедничество, с этого началось его основное преследование за то, что он, надо сказать, почти единственный в то время. не боялся говорить открыто то, во что он верил и как верил. И говорить это, несмотря на все проблемы, которые стояли тогда перед людьми верующими, и несмотря на все препятствия, которые поставлялись тогда врагами церкви. Когда-то при чистой дело и праведный Иосиф спасали младенца Иисуса бегством в земли египетские, тем самым дав нам пример благоразумия в минуту опасности. Порой духовные чадо отца Димитрия прибегали к таким же мерам. И на время он исчезал из поля зрения власти. Но и здесь, в небольшой деревушке Байдена он проповедовал. Он не мог не проповедовать. Только вдали от людей проповедь его приобретала другой вид. Она ложилась строками прозы и стихов на чистые листы бумаги. Сейчас они все опубликованы и пишутся новые. Два десятка книг, начатых еще в первых лагерях. А тогда все это ходило по рукам духовных чад сам издатель, напечатанным или переписанным от руки. Русский человек смиряется, потому что долго по свету скитается. Ищет хлеба крупицы воды напиться. Смотришь последний глоток пришел к нему Бог и все теперь по-другому ему открывается. Он больше не мается молится Богу прости согрешение пошли утешение за наши страдания в дни покаяния. Последний вздох и взял его Бог. Я живу чем ниже своих грехов. Я боюсь смерти. Когда я свободен грехов, я не боюсь смерти. Смерть это переход в другой мир. Смерть измы. А что такое другой мир? Он вот здесь находится. Ведь граница между духовным миром и нашим миром даже меньше чем полсантиметра. Вот здесь. Поэтому Христос Бог близ нас. Он ближе чем нам кажется. пасхи. 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 А сам батюшка в свои 80 лет по-прежнему еженедельно проводит беседы, едет в воскресные школы и самое главное ежедневно совершает богослужения. Это его путь. Путь души Христовой в Царстве Небесном. Дай Бог здоровья вам, батюшка. До свидания. До встречи в четверг в 19 25. Пет.